Каждый седьмой ребенок попадает в детскую областную клиническую больницу с травмами, полученными в результате аварии. Еще около 300 детей обращаются в травмпункт. Врачи отмечают, что динамика не снижается. Статистика остается практически неизменной на протяжении последних пяти лет. Дорожная транспортная травма – это самые тяжелые, серьезные травмы. Больные поступают в тяжелом состоянии, сочетанные травмы, переломы позвоночника, конечностей, черепно-мозговая травма, которая требует большого внимания для этим огромных затрат лечения сил и средств. Нередко ДТП заканчивается летальным исходом. Таких в текущем году было уже два. Одно из них произошло 3 мая в Милославском районе. 16-летняя девушка потеряла управление во время движения на скутере. В итоге происшествия девушка-водитель от полученных травм скончалась. Ехавшая с ней 13-летняя пассажирка травм не получила. Как установили сотрудники ГИБДД, право управления транспортными средствами девушка не имела. Транспортное средство в установленном порядке не зарегистрировано. В летний период число детских травм резко увеличивается. В большинстве случаев это связано с шалостями. Ведь во время игры ребенок перестает воспринимать дорогу как место повышенной опасности. Именно дети, а не водители, становятся виновниками большинства ДТП. В то же время взрослые должны подавать им правильный пример. Переходить дорогу по зебре или на зеленый сигнал светофора, выбирать правильный скоростной режим. Когда дети находятся в машине, они должны быть обязательно на детском сидении, насколько я знаю, до 12 лет, и должны быть пристегнуты ремнем безопасности. Что это тоже довольно часто не соблюдается. И, соответственно, при различных ситуациях, если ребенок не фиксирован, не пристегнут ремнем и отсутствие детского сидения вызывает тяжелые травмы. Все-таки сидение детское и ремень безопасности спасают многим жизни и уменьшают тяжесть травмы. Особое внимание стоит обратить на современные средства передвижения. Гироскутеры, мопеды, мотоциклы, велосипеды. Дети зачастую не знают, что для выезда на них, на проезжую часть, нужно пройти обучение и получить права. Когда мотоциклисты попадают в дорожно-транспортное происшествие, даже на небольшой скорости они могут получить серьезные травмы. Особенно, если они игнорируют использование средств пассивной безопасности, таких как мотошлем, защиту груди и конечностей. Госавтоинспекция напоминает, что управлять даже маломощными мопедами возможно только при достижении 16-летнего возраста и при наличии водительского удостоверения категории М. Стоит отметить, что выезд на велосипеде на проезжую часть разрешен только после достижения 14-летнего возраста. Ведь велосипедист является полноценным участником дорожного движения. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».